Лев Толстой. Война и мир. Том 4. Глава 20. С первого того вечера, когда Наташа после отъезда Пьера с радостно-насмешливой улыбкой сказала к Нижне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сертучок, и стриженный. С этой минуты что-то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось душей Наташи. Все, лицо, походка, взгляд, голос, все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой силы жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто бы забыла все то, что с ней было. Она ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере. Но когда Книжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой. Перемена, происшедшая в Наташи, сначала удивила Книжну Марью. Но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. Неужели она так мало любила брата, что так скоро смогла забыть его, думала она, когда она одна обдумывала пришедшую перемену. Но когда она была рядом с Наташей, она не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была очевидно так неудержима, так неожиданна для нее самой, что Книжна Марья чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей. Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было уже не горе, а радостно и весело. Когда после ночного объяснения с Пьером Книжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге. Он сказал, да, он сказал, повторила она и радостная, и вместе с тем жалкая, просящая прощение за свою радость выражения остановилась на лице Наташи. Я хотела слушать у двери, но я знала, что ты скажешь мне. Как непонятен, как нетрогателен был для Книжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа. Как не жалко ей было видеть ее волнение. Но слова Наташи в первую минуту оскорбили Книжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви. Но что же делать? Она не может иначе, подумала Книжна Марья, и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась. В Петербург, повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица Книжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. «Мари, — сказала она, — научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать. Научи меня. Ты любишь его?» «Да, — прошептала Наташа. О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя!» Сказала Книжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи. «Это будет не скоро, когда-нибудь. Ты подумай, какое счастье, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Николас!» «Наташа, я же просила тебя не говорить об этом. Будем говорить о тебе». Они помолчали. «Только для чего же в Петербург?» Вдруг сказала Наташа и сама же поспешно ответила себе. «Нет, нет, это так надо. Да, Марин, так надо». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...